Вода вроде есть, но ее как будто нет. К нам в редакцию обратились жители домов частного сектора Старой Славянки. Обеспокоенные люди рассказали, что с 2020 года они страдают из-за перебоев с водоснабжением и низкого напора воды. В чем же причина сложившейся ситуации и можно ли ее исправить? Вместе с жителями выяснил наш корреспондент. Вода в домах не роскошь, а жизненная необходимость. А что делать, если эту необходимость приходится буквально выдавливать из крана? Заметим, так было не всегда. До 2017 года жители части домов частного сектора Старой Славянки, так сказать, жили не тужили. Вода к ним поступала из скважины, которая находилась на реке Малка. Здесь же функционировала насосная станция и водонапорные баки. У нас водоснабжение около 20 лет, как в нашем ауле. Это улица Советская, переулок Профсоюзный, переулок Совхозный, Луговая, Ленинская. Вот этот дом выше, вот в округе. У нас была насосная, запитка от насосной, которая располагалась у нас в Старой Славянке. Насосная была там. И давление, естественно, мы живем на сопке, тут уже физика. Давление сверху идет вниз, как бы и нам, в наше ау, хватало давления в трубах. Но постепенно все износилось. Да и сам участок, на котором располагалась система водоснабжения, был переведен под другое назначение. А дома переподключили к основному водоводу, который питает всю Славянку. Вот с этого момента и начались проблемы с низким давлением подачи воды. Что получается? Мы на сопке, опять же. Вода с таким давлением, как существует сейчас, вверх ей проблематично подниматься. Конечный потребитель, это еще выше нас, вон туда, Ленинская, там семья многодетных, они первые начинают страдать, потом ниже, ниже, ниже страдать. В Старой Славянке у нас есть предприятие, да, около берега. Они ведут деятельность, да, у них потребление воды. Один диаметр труб, у нас другой диаметр труб. Это уже со слов самих работников водоканала. И получается, что мы остаемся без воды. Как нам рассказали в МУП «Славянка-водоканал», трубы, обеспечивающие водоснабжение домов в Старой Славянке, действительно небольшого диаметра. Плюс износ водовода и, соответственно, утечки. В принципе, баланса воды, то есть баланса нашего источника водоснабжения, основного, достаточно для того, чтобы обеспечивать Старую Славянку водой в полном объеме. Но из-за перепада высот здесь было бы не лишним установка подкачивающей станции, потому что у нас спуски, подъемы, опять же, с трубой. То есть от «Авангард» до магазина, до детского сада «Звездочка» и дальше туда до полиции. Там идет от 200 до 150 труба, а тот же СЛТ, например, подключился в 300 трубу. То есть, соответственно, давление забирают. Но здесь я не могу сказать, что в чем-то может быть виноват СЛТ. Смысл в том, что это такой же потребитель, как и наше население. Здесь идет речь о том, что трубу нужно обновлять. С этой ситуацией местные жители обращались не только в водоканал, но и к депутатам Думы округа и к главе Ивану Степанову. Мы также уточнили у главы округа информацию по данной ситуации. Как рассказал Иван Владимирович, сети водоснабжения и водоотведения в Славянке нуждаются в капитальном ремонте. И администрация ведет работу в этом направлении. Также известно, что в МУП «Славянка-Водоканал» уже произвели расчет стоимости работ по старой Славянке и направили в администрацию округа письмо о выделении средств. Сумма получилась немаленькая – порядка 13 миллионов. И в настоящее время существует возможность осуществления таких работ путем вхождения в программу капитального ремонта и привлечения федеральных и краевых средств. Ну а пока для жителей частного сектора главное – пережить зиму. Ведь из-за низкого давления есть вероятность промерзания труб. Наступает зима, у нас каждую зиму переберзает. Воды нету. Все время мы мучаемся. Поэтому вот, как наступает зима, у нас у всех перемерзает вода. Потому что нет давления, опять же, вот эти диаметры такой, потом такой, она перетекает, и получается в каком-то месте она замерзает, и все. И люди сидят без воды. Без воды в частных домах старой Славянки люди остаются по причине аварий на сетях. Пример тому – недавняя протечка в районе улицы Чкалова. Мы сидели с 3 октября по 10-е, но там была утечка. Спасибо водоканалу, они ее искали и нашли, и у нас опять появилась вода. На время отсутствия воды, пока велись ремонтные работы, МУП водоканал обеспечил жителей питьевой водой. Спасал и единственный сохранившийся колодец. Правда, его давно никто не обслуживал. И вода там только для технических нужд, говорят местные жители. Он получается муниципальный, потому что это единственный источник. Вода ель, но надо бы его о культуре. Последний раз этот колодец чистили на моей памяти в 2012 году. Там заменили новую крышку, поставили, какие-то химикаты насыпали. И после этого, уже здесь получается ровно 12 лет, никто к нему не подходит. Мы сами косим траву, там дорожки делаем. В общем, речь во всей этой истории о простых человеческих условиях. Тут не до комфорта, хотя и о нём забывать не стоит. Ведь современная бытовая техника также может выйти из строя от низкого давления воды. А между тем в домах у жителей стоят и водонагреватели, и стиральные машины. Но главное всё-таки – это возможность получить жизненно необходимую услугу в полном объёме. И остаётся надеяться, что ремонт сетей водоснабжения жителям части Старой Славянки ждать придётся недолго. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.